Этот цикл программы хотим посвятить работе американских докторов психологии Макса и Эллен Шубах с российскими клиентами. Макс и Эллен совершенно особенные психологи. Они работают в разных странах и непохожих культурах, помогают найти общий язык самым разным людям и видят решения там, где все мы привыкли замечать только проблемы. И в этом им помогает не только опыт и уважение каждому клиенту, но и сам метод. Формат, в котором они работают, называется фасилитация, от английского facilitate – помогать, облегчать, способствовать. Это обнаружение и налаживание отношений между различными взглядами и мнениями, как явными, так и неочевидными, скрытыми в подсознании. Внимательное наблюдение за клиентами, за тем, как они чувствуют, как общаются и выстраивают пространство вокруг себя, открывает внутреннюю правду каждого участника конфликта и помогает найти выходы из самых сложных конфликтных ситуаций. Мне нравится называть нас фасилитаторами процесса клиента, потому что в классическом понимании слово «терапевт» означает, что у человека есть проблемы, и человека надо вылечить. Но мы думаем, что все ресурсы уже в клиенте, они часть его, и наша задача – помочь клиенту лучше узнать себя. Этот сериал документальный. Все наши герои – люди, в жизни которых нет огромной трагедии. Они успешные, взрослые, образованные мужчины и женщины. Но они задают вопросы. Что я могу поменять в себе? Чего я не вижу и не осознаю? Как я провоцирую конфликт? Мы благодарны нашим героям за их смелость и открытость. И также понимаем, что у многих зрителей судьбы трагичнее, обстоятельства жестче, поддержки и ресурсов меньше. Мы не можем сразу поднять все важные темы. Но надеемся, что эти серии проложат вам тропинку к работе над своими проблемами. Первая работа будет посвящена теме переезда героини из небольшого городка в мегаполис. Она оказалась чужой среди своих родных и не своей в новом и чужом для нее месте. Ассистирует и помогает с переводом кандидат психологических наук Ксения Кулешова. Можно я отодвинуть? Насколько далеко? Насколько нужно. А почему не ближе? Почему, например, не так? Не знаю, потому что мне кажется, что у меня больше, чем пространство. Вы даете мне пространство. Забавно. Может, потому что я сегодня утром представилась, что у меня сзади крылья. Да? Да, потому что я ехала в метро в час пик, и мне нужно было пространство. Я представилась, что у меня сзади крылья большие. И мне хватило места. Прекрасно. Окей. На самом деле, я почему-то сейчас почувствовала себя не очень комфортно. Может, я вот так вот представлю просто. Так лучше? Да. Прекрасно. Не так-то просто найти комфортное положение. Вы говорили, что хотите над чем-то сегодня поработать. Поделитесь? Да. Я вот чувствую, что мне не очень просто начать, потому что тема такая очень чувствительная для меня. Мы видим, как сложно героине открыться при включенных камерах. Ей важно получить помощь, но публичной ситуации мешает. Обратите внимание, как Макс поможет ей расслабиться, заверив ее, что его задача не обнажить героиню и сделать яркое шоу. Его задача, в первую очередь, поддержать ее и ее отношения. Наша цель, если я правильно понимаю, это провести коучинг-сессию, фасилитировать глубинные аспекты вашего процесса. Это особая ситуация, где вам придется работать над личными вопросами и в присутствии камер. Спасибо, что пришли. На первом месте у нас ваше личное пространство и ваш процесс. Поэтому, если в течение следующих 30 минут что-то произойдет и будет чувство, я не хочу этого показывать, это личное для меня, это не будет показано. Если же вы решите, что это может помочь другим, то тогда другое дело. Хорошо, я понимаю, спасибо. Мы видим, что Вера доверилась и психологам, и команде. В этом ей помогло чувство, что она может контролировать ситуацию, что выбор за ней. Что сессия – это совместный процесс, и, помогая себе, она также может помочь зрителю. Расскажите, пожалуйста, когда начинается работа с клиентом? Когда клиент озвучивает проблему или еще раньше? Очень хороший вопрос. Я могу сказать, что по меньшей мере работа начинается, когда ты встречаешь клиента. Даже если клиент говорит с тобой по телефону или пишет тебе письмо, процесс работы уже начинается. Потому что в самом начале вы обмениваетесь сигналами. Такой обмен вы можете наблюдать в наших работах. Сигналы, которые подает клиент в самом начале, очень важны. Тут нет случайной информации. Вот в сентябре этого года, когда я ездила домой, в то место, где я жила восемь лет назад. Как называется? Сахалин. Вы из Сахалина? Правда? И вот мой последний друг, он сказал, что он не может со мной дружить. И что он перестал меня понимать. И мы очень плохо расстались. Очень жаль. И... Сейчас, секунду. И это был не первый человек из моих близких людей, которые говорят, что не могут с нами, со мной дружить, потому что мы живем в Москве, а они живут на острове. И это два разных стиля жизни. И что я очень изменилась. Они говорят, у нас тут реальная жизнь, а ты там... Это нереально для нас. То есть, та тема, над которой мы сегодня работаем, это взаимосвязь с вашими корнями, домом, обществом, в котором вы выросли, и тем, где вы сейчас живете. Это серьезная тема. По всему миру многие люди сталкиваются с этим вопросом. Противоречия между большими мегаполисами, такими как Москва, и более отдаленными местами. Я хочу больше узнать об этом конфликте. Давайте начнем с ролевой игры. Ролевая игра полезна, она помогает больше понять ситуацию. Давайте я буду Москвой, а вы двое будете Сахалином. Отлично. Сейчас героиня попробует прочувствовать роль жителей Сахалина, которые не понимают москвичей. Что у нас тут происходит? У нас здесь остров. Отлично. И мы очень далеко от Москвы. У нас здесь свой мир. Да, а я живу в Москве. Тут огромные пробки, много событий, возможностей. Много приезжих людей со всей России и из-за рубежа. Это Москва. Я просто заметила, что... Я слышу этот голос как по телевизору. Какая-то вообще ненастоящая жизнь. А как вы там? У нас здесь море, у нас здесь лес, у нас здесь природа, у нас здесь добрые люди и у нас другие ценности. Какой низкий у тебя голос. У вас есть море. Глубокое единение с природой. Вы будто говорите, я чувствую все вокруг. Мы чувствуем друг друга. А здесь мы не чувствуем друг друга. Я скажу, почему. Утром в метро тебе не захочется никого чувствовать. Ты сидишь, у тебя есть твое маленькое пространство, и тебе приходится мириться сотни тысяч других людей. Я почему-то злиться начинаю. Ну так говори. Вы хорошие люди, но оставайтесь там. И не лезьте к нам. Мы здесь злимся. Здесь купили. Там купили. Своей длинной рукой залезли. Вы пришли на нашу территорию. Нас не спросили вообще. Мне кажется, вы меня ненавидите. Чуть-чуть, да. Я чувствую это. Вы думаете, мы приходим, вкладываем деньги, покупаем, строим, вмешиваемся. Вы больше не можете жить так, как жили раньше. Вы вторгаетесь. Вы нас не уважаете. Но будьте же реалистами. Вы хотите, чтобы я остался в Москве и не приезжал, но вам нужны мое телевидение, торговые центры, мои машины и прогресс, которые приходят именно за счет вложения моих денег. Нельзя иметь и то, и другое. Вы были счастливы с тем, что имели какие-то другие порядки. Какие-то другие правила. Хотите поменяться ролями? Да. А теперь героиня примерит на себя роль москвича, после того, как прочувствовала роль жителей Сахалина. Мы ненавидим вас. У нас было прекрасное сообщество. Океан, лес. И мы говорили низкими голосами. Мы чувствовали друг друга. Вообще детский лебедь, честно. Ты ребенок. Вовсе нет. Пусть мы кажем с тебе детьми, а ты кажешься нам жадной и поверхностной. Мне вообще все равно. Вы просто потребители. Вы даже на русских уже не похожи. Мне пофигу вообще, как я выгляжу. Я это вижу. И это обидно. Поэтому мы и расстались. Вы киваете. Что-то поменялось в тебе, когда я сказал, вот почему мы расстались. Вам не может быть все равно. Я же сама оттуда. Не только потому, что вы отсюда. Все мы часть одной страны. Деньги, которые инвестирует Москва, частично приходят и из нашего региона. Наша нефть. Наша нефть оплачивает ваши Роллс-Ройсы. Так? Да? Я чуть-чуть лучше тебя слышу теперь. Мы, люди из провинции, хотим, чтобы нас уважали за наш вклад. Чтобы нас любили за то, что мы делаем. У меня осталось еще кое-что. Есть еще один момент, когда я, Москва, приезжаю туда, на Сахалин. Я приезжаю туда и приношу с собой вот то, что там не принимается. Хотите перейти на сторону своих друзей с Сахалина? Итак, я буду тобой. Я подхожу ближе к своим друзьям и говорю им. Мне нужно ваше разрешение. Я хочу навестить вас. Вы не против? Мне как-то неуютно. Я понимаю. Я бы чувствовал на вашем месте то же самое. Я бы подумал, Москва, жадные люди, они нас не ценят, не уважают. Но мне нужно вернуться домой. Ведь тут настоящий я. Я из Сахалина. Просто живу в Москве. Пожалуйста, позвольте вернуться домой. Это очень похоже на обиду. Да, прости, если я обидел тебя. Мне очень тяжело в глаза смотреть. Не смотри в глаза, просто отмечай, что с тобой внутри происходит. Возможно, тебе нужно время. Может быть, время и тишина. Мне хочется тебе сказать, что это больше не твой дом. И ты поменялся очень. Окей. Хорошо. В таком случае я больше не вернусь. Если ты против, я больше не приеду. Прощай. Это совсем плохо. Так ты по мне скучаешь? Не надо навсегда. Хорошо. Я вернусь. Ну, попробуй. Конечно, я могу дать тебе время. Вернусь за ответом через пару дней. Видишь, я стараюсь тебя понять. Но и вы меня, москвича, поймите. Мне тяжело, что вы так медлите. Потому что здесь, в Москве, если быстро не принять решение о возникшей ситуации, возможно, будет упущено. Вот я же говорила, что у тебя другой стиль жизни. Да, но ты же смеешься. Хороший разговор получился, правда? Это уже не звучит как-то обидно. Нет, нет. Если бы я был москвичом, я бы сказал, не могу больше ждать. Скажите «да». Ну, мне приятно, что ты меня увидел и назвал хозяином. Верно. Ты дух земли. И теперь я чувствую, как прям поток такой пошел. Да, она вот так. Вот так вот. Вот так вот. Закрутилась, она закручивается. Прямо сейчас откуда-то, вот отсюда сюда. Какой-то такой процесс пошел. Смешивается. Это такое, да, что-то такое. По всему миру, согласно нашему опыту, мы наблюдаем подобные конфликты между мегаполисами, городами и провинцией. Город, деревня. И если вы с определенным статусом и привилегиями из большого мегаполиса переезжаете на Землю богатую традициями, не забывайте спросить разрешения. Тук-тук-тук. Можно к вам? Нельзя вышибить дверь и сказать, привет, деревня. Я большая городская шишка, и вот я здесь. Наоборот. Тук-тук. Я знаю, что порой забывал о вас, но я вернулся. Можно мне назад? Потому что я люблю и уважаю ваши глубинные исторические ценности. Дух Земли. Чем больше его уважаешь и соотносишься с ним, тем больше возможностей для интеграции и отношений. В начале работы Макс обратил внимание, что нашей героине Вере, как любому человеку, было не только некомфортно от камер, но в принципе было сложно найти для себя комфортное место и определить границы своего личного пространства. Поэтому психологи решили продемонстрировать небольшое упражнение, которое поможет найти в себе чувство дома. Опоры в незнакомых ситуациях с чужими людьми. Макс и Эллен предложили Вере представить идеальное место, где она будет чувствовать себя свободно и на своем месте. И она представила Сахалин, то место, где она родилась и выросла. Я бы хотела часть этих ощущений, часть этой жизни, часть этой чувствительности, была со мной здесь. Но это здесь почему-то невозможно. Если здесь допустить то, что ты чувствуешь и говоришь, то здесь просто выкинут. И приходится быть жестким, обособленным, закрытым. Сверху. И, наверное, я становлюсь таким, как ты, когда прихожу домой и закрываю дверь. И только там, наверное, могу стать, вспомнить, кто я. Полностью. Потрясающе. Я заметил, как твой голос стал ниже, а речь медленнее. Прекрасно. Да, почувствуй себя. Так ты сможешь оказаться дома. Да, это босиком по берегу, с чайками. Мне нравится, как ты двигаешь руками. Это волна. И так, прибой такой, брызгитки. И это след на песке. Наступаешь, волна смывает, и он исчезает. Прекрасно. И это сопки там. И там чистый горизонт. Отмечай свои переживания и мысли, которые появляются от того, что ты там находишься. Задержись в этом состоянии. Посмотри на себя ту, которая живет в Москве из этого состояния. Какой совет ты можешь ей дать, когда она едет в метро? Что она должна делать? Ничего. Ничего? Как это? Ничего не надо делать, все есть. Ты говоришь ей, даже в Москве ты можешь обрести это? Задержи. Сахалин внутри тебя. Ну, как с этим тут жить? Именно. Я не знаю. Ничего не делать. Порой, находясь в Москве в метро, можно просто опустить взгляд вниз и почувствовать, будто волны ласкают твое лицо. и будто океан уносит следы твоих ног. Я знаю, что я это могу, но я не понимаю, как с этим каждый день жить. Практикуйся. Главное – практика. У меня сейчас такой образ возник. Веселый. Вот иду я, и со мной идет море. И тут же горы. Ну, то есть, вот вся эта картинка объемная, я ее вот с собой двигаю. Великолепно. Я чувствую, как твои слова сближают нас. Я вырос в горах в Швейцарии. Маленькая община, прекрасные люди, потрясающая природа. Я вырос в раю, и я несу это в себе по жизни. В целом, она работала над тем, что значит быть дома. Вау, потрясающе, отлично. быть дома. Ее процесс называется быть дома. Не имеет значения в Москве вы или в Лос-Анджелесе, Каире, Токио. Нужно найти это состояние внутри себя. Да, найти дом там, где ты находишься. Я сама над этим работаю. Да. Это и трудно, и вдохновляет. Да. И в этом весь парадокс. Можно чувствовать полную отчужденность в определенный момент в кругу семьи. И чувствовать себя как дома среди сотни незнакомых людей в московском метро. Если, например, всего на мгновение переглянуться с кем-то, кто вызывает в тебе чувство дома. Или можно соединиться мысленно с тем местом, где ты чувствуешь себя счастливым. И сказать себе, да, я знаю это чувство, и я могу всегда к нему вернуться. Мы благодарны психологам и нашей героине за напоминание о том, как важно, получив новый статус, не стать снобом. И о том, что чувство дома всегда с нами, всегда внутри. Субтитры создавал DimaTorzok